здравствуйте меня зовут федор васильев в этом видео обзоре я хочу вам показать новшества новой версии элементар 3 2 1 улучшение производительности маски фигурный текст и другие возможности все это давайте рассмотрим в этом видео если вам понравился элементар pro и вы хотите его приобрести то просьба приобретите его по моей реферальной ссылке для вас это обычная покупка а для меня небольшая копеечка покупая элементар pro по моей реферальной ссылке таким образом вы поддерживаете меня и спасибо вам за это команда элементар работает над производительностью своего продукта чтобы ваши сайты при создании элементар грузились быстрее недавно у них было обновление где вышли интересные возможности о которых я не рассказал так как мы можем наблюдать что все возможности бета и или альфа версия я не люблю рассказывать о каких-то продуктах которые еще сыр и поэтому вы от меня пропустили один обзор но этот обзор будет интересным на вкладке расширены например загрузка шрифтов я рекомендую вам включить выбрав здесь свап этот режим позволит подгружать шрифты google не сразу отрисовывается сначала сайт потом показывается шрифт это небольшой плюсик к приросту производительности вашего сайта выставляем и нажимаем сохранить изменения появился новый виджет текст по контуру давайте посмотрим как он работает я перенесу эту плитку на холст и мы сразу видим вот такой вот текст текст вы можете задать здесь давайте я сделаю дубликат текста чтобы было его лучше видно и тип волна дуга круг линия оверлей и другие моменты и есть произвольно чтобы увидеть произвольный текст у нас появляется область куда мы можем загрузить svg элемент давайте попробуем это сделать я предварительно загрузил два svg элемента сердце и стрелка выбираем сердце вставляем и вы видите как текст обрисовывает границы сердца вы можете выбрать показать контур чтобы увидеть что действительно текст обрисовывается вокруг этого свг элемента таким образом вы можете проявить творчество и креативить на ваших страницах в элемент также вы можете здесь поменять положение текста далее вы можете перейти на вкладку стиле сделать размер вашему тексту повернуть данный шейп с вашим текстом далее задать шрифт размер шрифта данному тексту интервал положение текста откуда он будет начинаться задать возможности при наведении и также поработать с контуром задать цвет данного контура далее посмотрим новые возможности маски загрузим например любое изображение через виджет изображения перейдем в расширенные увидим здесь маска изначально она у нас будет отключена если мы переключим ползунок первое что мы видим у нас по маске изображением превращается в круг раньше нас нам пришлось бы это все делать в каком-нибудь программе типа photoshop сейчас у нас есть возможность очень интересно креативить вы сами это видите какие интересные моменты мы можем здесь с вами получить выбрать произвольно тогда появляется дополнительная опция где я могу загрузить например какую-то картинку и вы видите по маске то есть по вот этой стрелке картинка вырисовывается или например также попробовать по сердцу да по идее безграничной возможности загружая любой там картинку свг или пнг сразу отрисовывать ваше изображение по этой картинке теперь виджете кнопка вы можете выбрать градиент задав его здесь вы видите да переход от например темного к светлому давайте попробуем пас поменять цвет здесь то есть от зеленого к темному и надо будет задать градиент при наведении то есть пускай будет наверху а зеленый вот и тогда будет переход такой по интереснее следующее нововведение коснулась адаптивного дизайна переходим вот по этой плитке а видим изменение дизайна это сделано подготовку к следующему обновление внедрение своих брэкпоинтов точки остановки то есть а сейчас мы можем либо здесь задать ширину высоту либо вот за этим маркирочки тянуть и просматривать как это выглядит в уменьшенной копии размера также телефонной версии до смотреть как а выглядят объекты как они меняют свое положение как они меняют свой размер и следующая версия мы ждем внедрение брэкпоинтов да то есть любые произвольные точки остановки можно будет внедрять и настраивать под них отображение контента что позволит смотреться одинаково красиво на большинства устройствах то есть изначально мобильная версия в элемент раз сделано уже хорошо но какие-то нестандартные устройства возможно на них сайты выглядит не так хорошо как на обычных экранах а телефонах современных телефонов следующее нововведение также переходе в настройки эксперименты здесь включаем импорт и экспорт набора шаблонов если нам нужна эта опция сейчас они поговорим включаем ее активным сохранить изменения далее переходим инструменты и появляется здесь новая вкладка импорт и экспорт вы можете экспортировать и импортировать нажав на кнопку старт и выборов что будем экспортировать в zip архив до темплей с контент и настройки сайта таким же образом на другом сайте уже на чистом сайте элемент рда вы зайдете в аналогичную опцию инструменты и нажмете импорт вот сюда вот старт то есть загрузите весь контент который экспортировать с другого сайта на этот сайт по сути быстрый перенос сайта быстро перенос сайта ваших наработок перенесли сайт поменяли буквально там дизайн текст картинки быстро подготовили второй сайт также произошли изменения виджете внутренняя секция давайте посмотрим зайдя в настройки на вкладке макет вы можете выставить по размеру экрана то есть вот так вот вытягиваются сразу колонки это все что я хотел озвучить в рамках данного видео с другими изменениями возможностями вы сможете ознакомиться на сайте производитель элементар если вам нравится элементар то купить вы сможете его по ссылке в описании к этому видео а мы увидимся с вами следующих видео пока пока друзья макет макет